Раз, два, три. Микрофон-то умер! Всё! Ну ладно, ничего страшного. У меня сегодня для вас много всего нового. Это касается не только прически, но и темы. Поговорим сегодня о корнях. Поехали! Всем привет! Вы меня, наверное, уже узнали. Это Ольга Александровна, сайт TutorOnline. Сегодня мы занимаемся, как я уже сказала, темой корней. Очень много непоняток встречается в этой теме. И повсеместно мы допускаем ошибки. Поэтому разберёмся подробнее, какие проблемы можно встретить. Поехали! Немножко о корнях. Нет, не вот этих, которые здесь вот есть. А о тех корнях, которые мы встречаем в математике. Значок вот такой. Для чего это всё придумано? Мы знаем, что для каждого действия в математике есть противодействие. Например, для плюса противодействие — это минус. Ну и наоборот. Для умножения — это деление. А что же делать для действия возведения в стиль? Например, возведение в квадрат. Так вот, для этого действия противодействием является квадратный поезд. Когда мы встречаем какие-нибудь уравнения, типа х квадрат равно 25, чтобы убрать вот этот квадрат, освободить х, мы должны применить противодействие. Этот квадрат перелазит на другую сторону с помощью квадратного корня. х равен корень из 25. Честно говоря, это уравнение мы могли бы решить запросто и без введения вот этого значка. Потому что если подобрать, подумать, то понятно, что чтобы получить 25, надо умножить два одинаковых числа. Что это может быть? Это может быть пятёрка. Значит, х равен либо плюс, либо минус 5. Ну, а если мы попадём в такую ситуацию? х квадрат равен 3. Вот здесь без этого значка уже не справиться, потому что мы не сможем подобрать такое число, чтобы два раза на себя умножить и получить 3. Вот здесь на помощь нам приходит вот этот значок противодействия. Противоядие плюс-минус корень из трёх. С этими корнями более-менее разобрались. Вот с этими штуками, вот с такими корнями, надо научиться работать. Придумывали целый миллион заданий, чтобы только усложнить нам жизнь. И вот сегодня мы разберёмся не с уравнениями, а с тем, как работать с квадратными корнями. Поехали. Вот примеры. Примеры с корнями. Они сложные? Ну, честно говоря, да. Будем ли мы это решать? Конечно же нет, потому что у нас есть бесплатный урок. Ссылка в описании, а я, честно говоря, пошла домой. Пока! Да ладно, я пошутила. Сейчас будем это решать. Что делать с этими корнями? Вот тут многие захотят сократить. Вот это и вот это. Но так делать нельзя, потому что связь между ними – это минус. Нельзя вмешиваться в дробь, если в числителе или знаменателе есть какой-то знак – плюс или минус. Как быть? Вот с этим корнем из 216 надо поработать. И подумать, а как же получили 216? Что на что умножали? У меня есть вариант. Это, наверное, 6 умножить на 36. Поэтому расписываем, как корень из 6 минус, а здесь 36 умножить на 6. И делить на корень из 6. Следующее. Мы можем достать корень из 36. Будет корень из 6 минус. Это вылазит шестеркой. И здесь будет корень из 6. Делить на корень из 6. Теперь два варианта. Либо это дело посчитать. Кстати, с этим тоже у многих проблемы. Корни – те же буквы. Один корень из 6 минус 6 корней из 6. Одна котлета минус 6 котлет. Это будет минус 5 вот таких вот котлет. Делить на котлету. Две одинаковые штуки сокращаются. И мы имеем ответ – минус 5. Вот и все. Что делать с этим примером? Можно поработать с каждым корнем, а можно внести вот этот корень из двух. и сюда, сюда и сюда. Что же получится? 3 корень из 16. Корни умножаются на корни, а число остается само по себе. Плюс корень 256 минус корень из 1600. Помогло ли нам это? Конечно. Из 16, 256, из 1600 корень уже извлекается. Получаем 3 умножить на 4. Плюс доставим корень, это будет 16. Минус 40. Равно 3 на 4 – 12. Плюс 16. Минус 40. Получаем 28 минус 40 равно минус 12. Все, готово. То, что мы только что решали, это не самая сложная ситуация, с которой мы можем столкнуться. С корнями есть еще задание, например, сократить дробь. Многие сюда посмотрят и скажут, ну, ничего не получается. Формулы здесь нет, хотя, кстати, этот квадрат на формулу намекает. Здесь корень. Что с этим делать? Вот сюда можно применить формулу разность квадратов. Вроде как не видно, потому что вы привыкли, чтобы из этого числа корень извлекался. Но если корень не извлекается, значит, мы можем применить наш значок корня. Получим, посмотрите, а минус корень из 11 умножить на а плюс корень из 11. Если вы сомневаетесь, попробуйте раскрыть скобки. Получим а квадрат минус корень из 11 в квадрате будет 11. То есть ничего не поменялось. Ну и теперь посмотрите на знаменатель. Корень из 11 минус а. Вот у нас есть нечто подобное, но по-другому. Надо поменять знаки. Поэтому выносим минус. Меняется здесь местами а и корень из 11. И теперь два одинаковых элемента, вы имеете право захватить. Значит, наш ответ. Что делать с этим минусом? Чтобы не оставлять знаменатель, мы вытягиваем его вперед. Минус а плюс корень из 11. В принципе, это нормально. Это ответ. Теперь вот здесь. Как поступить? Опять же, вот эта штука, как и вот здесь, это намек на формулу. И вообще, любой а или любая буква с квадратом, она сразу вас должна толкнуть на формулу. Здесь получим. Числитель, наверное, пробовать не будем, потому что он и так хороший. А чистая, без степени. А здесь а минус корень из 6. А плюс корень из 6. Одинаково можем сократить. Здесь и вот здесь. Опять же, проблема. По-разному стоят слагаемые. Но под квадратом мы имеем право менять местами безболезненно. Вот такой вот хороший квадрат. А минус корень из 6. А плюс корень из 6. Одинаково убирается. Здесь все, здесь квадрат. И остается. А минус корень из 6. Делить на А плюс корень из 6. Ответ готов. Даже Тимофееву-младшему понятно. В теме квадратные корни очень много подводных камней. Мы решили совсем чуть-чуть. Это основы. Если вы хотите разобраться с этой темой основательно, надо решить штук 5. Какой 5? 10-20 примеров. Тогда на завтрашний день вы точно этого не забудете. Если вы планируете записываться на бесплатный урок, не теряйте времени. Ссылка в описании. Записывайтесь ко мне или к другим учителям нашего сайта. И будем рады вам помочь. Счастливо. Пока. Я все-таки верю, что когда-нибудь мы наберем кучу лайков, и я найму себе стиральщика. Ребята. Продолжение следует...